Ребят, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас в обзоре мега крутая штука по серии Gears of War, по четвертой части игры, эксклюзивно для Xbox One. Получается фигурочка JD, причем версия Outsider. То есть второй вариант, нежели изначальный, причем очень редкий. И я так правильно понял, это эксклюзив только лишь для Amazon. Но вот поступила она, так сказать, попала она мне в руки, чему несказанно рад. И спасибо большое, что попала. Она вот, можете обратить внимание, вот мои, допустим, ладони, вот ее расстояние. Я не знаю, заявлено 11 дюймов, но, как по мне, так гораздо это все дело больше. Я не измерял как-то, но смотрится очень-очень круто. Как правило, диски там распаковывать, вот эти все литографии штуки мы не будем. У нас один интерес, это фигурки. Еще вот действительно только лишь на брелочке такому сосредоточу внимание. На нем граната из игры. Классненько сделано. Получается, это у нас, наверное, такой пластик, но под металл все стилизовано. Цепочка у нас металлическая на брелке. Само колечко у нас тоже металлическое. Вот такое вот основание, то есть эту гранату раскручиваешь и кидаешь в противника. Ну, если хотите оставить просто в комплекте, как коллекционные здания и что-то такое дорогое, то лучше, конечно, его на ключах не носить, потому что поцарапается и может и поломаться. Вот, а так аксессуар положить на полку рядом с фигуркой очень даже круто. Отложим его пока в сторону, нам он уже больше не будет интересен. Безделушка, но безделушка довольно-таки крутая. Хотел бы по поводу фигурки говорить и говорить. Она охрененная. Она, друзья, охрененная. Я ее рассматривал, наверное, в течение часа. Тут столько деталей, столько всяких мелочей. Я немножечко приглушил свет, я потом как бы увидите. Пускай будет интрига, и увидите потом, для чего я это сделал. Не знаю даже, с чего начать. Ну, можно сказать, что очень большая коробка. Очень большая, неудобно ее вести. Но это мелочи. Просто не знаю реально, о чем говорить. Я еще попробую сейчас просто ее поближе поднести. И хотя бы какой-то элемент, чтобы вы смогли рассмотреть. Он вот на таком у нас получается JD-мотоцикле. Стилизованном в расцветке серии Doom. Очень круто это все сделано. Вообще вот шины офигенные. Здесь колодки, тормозные диски, различного рода эти самые направляющие трубки. Даже видны провода. Причем провода у нас тоже прокрашены разными цветами. Все это вот так вот круто-круто-прикруто. Ручка получается. На ручке газ. Поступает он куда-то к двигателю, туда по шлангу. Это все, блин, офигеть просто как сделано. Перчатки, выхлопные трубы, глушители. Даже сама подставка, если обратите внимание, такое чувство, что под мотоциклом такое пятно грязи. Оно как будто влажное. Оно реально так выглядит. А чуть-чуть сзади у нас наоборот здесь уже такие как бы цветочки посажены. Вот это так вот выглядит. Различного рода какие-то тормозные пружины. Все это штуцеры всякие. Просто крутяк. Подножка у нас даже есть. Под мотоцикл. Даже если обратите внимание, что на ботинках у нас шнурки завязаны. И эти шнурки реально висят. Класс. Просто нечто. Просто-просто нечто. Так, сейчас постараюсь сзади его показать. Вот сзади это вот так вот выглядит. Заднее колесо у нас гораздо шире, нежели переднее. Мы видим цепь. Вот это вот тоже подножечко некое. Класс. Здесь спина героя. У него получается на спине такой рюкзак. Здесь у нас нож в ножнах. И еще два крепления. Два, так сказать, хомутовидных таких вот штуки для крепления. Ну, возможно оружие. Возможно еще чего-либо. Если развернуть другой стороной фигурку, то здесь тоже все круто. Мы видим наш лансер. Лансер сделан охренительно. На лансере кровь присутствует на пиле. Все это просто шикардосно сделано. Само оружие. Деталей куча-куча. Даже пистолет, который у него на бедре висит. Он тоже проработан до мелочей. До мелочей вообще таких скрупулезных, что просто обалдеть. Окраска. Тут не понимаете, как это вот выразиться. Тут не просто, допустим, родные цвета. Там зеленый, серый, коричневый. Они настолько круто сведены, разбавлены, что плавные переходы там какого-то зеленого в серый. Зеленого в коричневый. Даже обратите внимание, ребята, цвет штанов героя. Он неоднородный какой-то. Он, блин, так сделан обалденский, что просто капец. На подставке у нас на кирпичах какие-то камни валяются. Очень достойно. Просто, просто блеск. Если дастся показать, переднее колесо как сделано. Казалось бы, да. Ну что, ну колесо и колесо. Посмотрите, какое количество элементов на нем. Колесо, тормозные диски, колодки. Здесь проходит некая труба. Здесь проходят какие-то провода. Здесь у нас вот получается такой ход штока. Тут какие-то элементы, не знаю, что там под этими крышками. Здесь тоже что-то у нас спрятано под крышкой. Вот это символика. А, Герс оф Вор. Выхлопная труба тут дополнительная. Опять же, подножки. Это все дико просто круто. Просто дико круто. Вот так вот. И она очень-очень тяжелая, друзья мои. Фигурка реально очень-очень-очень тяжелая. Но за счет этого она выглядит массивно, но ей весит еще больше. Поверьте. Все просто вес. Просто вес. Так, по поводу... Что хотел сказать по поводу окраски. Тут вообще все просто изумительно. Почему приглушенный свет? Друзья мои, потому что в комплекте у нас шли батарейки. И у нас здесь защитный кожух. Я его сейчас аккуратненько сниму. Вот. Я батарейки предварительно уже вставил. Вот. Этот защитный кожух у нас снимается. Там есть крышечка с винтиком. Крышечку... Винтик откручиваем. Крышечку снимаем. Вставляем батарейки и включаем. Вот. Следующим образом... Сейчас постараюсь вам показать. Конечно, камера все это дело так не передаст, как хотелось бы. Но, я думаю, что-то вы заметите. Опа. Так. Мы видим, что у нас фонарики на оружие. То есть, в раз, два, три с этой стороны. У нас сам сигнальный, получается, сигнальные фары горят. Горит здесь фонарь. Плюс еще на ремне у нас вот здесь вот один фонарик есть. С обратной стороны на ланцере у нас тоже есть огни. То есть, он у нас тоже горит. Просто сейчас светло и тяжело это, конечно, показать. Но это все дело горит. И задний стопарь у нас тоже, ребятушки, спокойненько так горит. Плюс еще, сзади уже, еще на рюкзачке у нас тоже есть фонарик. Он горит. Ну, конечно, мне лучше это видно, потому что у меня так потемнее. Но на самом деле все это есть. Вот. И плюс еще фонарик один подсвечивает приборную доску вот здесь вот. И здесь тоже один фонарик горит. То есть, фигурка дополнительно к тому, что она у нас и так обалденски крутая, она у нас еще и в темноте светится. Светятся отдельные ее элементы. И это очень здорово. И спасибо огромное разработчику, что он такую тему предусмотрел. Потому что, ну, класс. Фанату, конечно, будет это очень и очень даже в радость. Вот. Такая вот фигурка. По скульпту лица, по скульпту непосредственно вообще. В целом персонажа у меня тоже вопросов нет. Все сделано очень достойно. Microsoft, конечно, в этом вопросе все божественно замутили. Вот, друзья, такая получается огромная тяжелая фигурка по игре Gears of War часть 4 от компании Microsoft. Эксклюзивно для платформы Xbox One. Ну, а у меня на этом все. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Рекомендуйте его друзьям. Всего вам доброго и всем пока.